хорошо всем привет кто дошел кто пришел сегодня на нашу встречу на нашу встречу родных душ так я стала называть наши субботние вечера и так сегодняшняя тема будет посвящена сомнения сомнениям в нас и сомнениям вас давайте почувствуем энергию сегодняшнего вечера и войдем сначала в это информационное поле я надеюсь у нас нету отставания звука вот себя я вижу очень хорошо и слышу тоже если есть какие-то проблемы то пожалуйста под плеером расположен чат пишите пожалуйста оставляйте пожалуйста свои комментарии чается это как всегда предупредите своих домашних чтобы они вас не беспокоили и мы отправляемся в путешествие в море энергии и так глубоко вдохните себя сядьте пожалуйста ровно закройте глаза и посидите так некоторое время привыкаем к этому состоянию океан глубоко вдохните себя и представьте бескрайнейший океан голубо-белого света вы стоите на берегу этого океана на вас одеты тяжелые одежды прошедшей недели снимайте эти одежды как энергию как ненужную энергию с вас снимите пожалуйста одежду трудности представляете просто что вы снимаете костюм или платье и на нем написано трудности и кладите эту энергию на берегу найдите у себя платье нездоровье на берегу снимите снимите себя и положите на берегу снимите пожалуйста платье себя или костюм неверия и и положите на берегу и положите на берегу снимите платье невежество и положите на берегу снимите платье упреков и положите на берегу и теперь налегке войдите в эту прозрачнейшую воду представляя что вы ходите в информационное поле энергии голубо-белого света голубо-белого света такого яркого как вы можете себе представить растворитесь полностью в этой энергии и глубоко вдохнув себя выдохнув открывайте глаза ну как ваше самочувствие вам стало светлей все вопросы по сегодняшней встрече пишите пожалуйста в конце встречи в нашем чате под плеером я обязательно на них отвечу итак сегодняшняя тема тема сомнений что же такое сомнение в энергии сомнение представляет собой в энергии фактически остаточные непроработанные моменты в вашей жизни когда же рождаются сомнения подумайте сейчас в секунду и ответьте на этот вопрос сами себе когда у вас появляются сомнения когда у вас появляются сомнения вы можете вы можете написать так же в чате то что я услышала я услышала что когда человек что когда человек стоит не на своей дороге у него появляются сомнения 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 появляются еще и тогда когда человек в общем-то абсолютно уверен получил какую-то идею сверху пошел начал ее делать но но своими скажем так своими мыслями создал совершенно новую вероятность для этой идеи вспомните себя когда приходит что-то новое как вы реагируете сколько из вас скажет и побежит делать и ну делать это во второй момент самый интересный момент происходит самый интересный момент происходит тогда когда Когда человек обдумывает, как делать ему какой-то проект. Когда поступает новая информация, когда мы не знаем, что нас ожидает за той дверью. Поднимается из первых чакр, скажем так, из наших первых энергетических центров. Такие эмоции, как страх. Не эмоции, я бы сказала, энергия, как страх. Не веря в себя. Незнание. Может быть, какой-то, очень часто, какой-то негативный опыт. Каких-то событий, которые были довольно-таки давно. Или даже имели место быть в прошлой жизни. Как это работает? Вы, наверное, помните такой калейдоскоп, в котором расположены различные стеклышки. И собираются различные формы. Я, к сожалению, слышу себя вдвойне, поэтому я не знаю, как вам. Я пытаюсь правильно донести информацию. Итак, представьте себе некий калейдоскоп. Вы крутите этот калейдоскоп, и у вас образуется масса новых вариантов сложения этих картин из стеклышек. ТОМ. ТОМ. Таким образом работает метод обдумывания какого-то нового дела, нового проекта. Или когда вы стоите перед принятием какого-то решения. Даже если вы, и очень часто это так, если вы абсолютно позитивно смотрите на ситуацию, какая-то мысль пробежала в будущее, забежала и, скажем так, построила какие-то негативные картинки. Это сопутствует тому, что в дальнейшем эти негативные картинки приобретут реальность. Почему же именно негативные картинки, ну что, энергия сильнее что ли? Или почему именно негативные ситуации часто приобретают большую реальность, чем позитивные ситуации? А всё, в общем-то, очень просто. Дело в том, что когда наша мысль, наш импульс, скажем так, занесённый в будущее, видит какую-то картинку, мы реагируем на неё эмоционально. Мы включаем какие-то такие энергии, как страх. Найдём, скажем так, из предыдущего опыта мы тащим с собой какие-то картинки, что может случиться плохо, дословно говоря. И фактически просматривая эти моменты, что может случиться плохо, уже с чувством страха. фактически опускаясь, опуская, скажем так, энергию идти. Так, момент. Я надеюсь, час все на связь. Так, хорошо. В чате я вопросов ещё не вижу. Так, продолжаем нашу тему. Итак, взяв идею свыщего мира, протащив, пронеся её сквозь своё физическое тело и свои энергетические тела, мы очень часто, включая нашу эмоциональную энергию, энергию эмоций, таких, как страх, заставляем эту идею опускаться, в общем-то, на самый низ, в три нижних энергетических центра. Это энергетические центры Земли. И здесь осуществление идей фактически происходит моментально. то есть взяв божественную энергию, зацепив её своим страхом, мы создаём именно ту негативную ситуацию, которую мы не хотим создавать. Вот такой парадокс. Как научиться не создавать, что можно сделать, как подготовить себя, принять какое-то решение, не падая, скажем так, в эти эмоции. Об этом моя сегодняшняя медитация, которая пройдёт после нашей встречи. это очень интересная медитация. Она мне пришла буквально недавно, потому что я прорабатывала какие-то свои моменты в жизни, касающихся, естественно, этой темы сомнений. Вообще, всё, что я даю здесь, это пропущено через себя. И те медитации, которые приходят, я даю их только после того, как они, ну что ли, как это сказать, опробованы на себе и получены какие-то результаты. Я всех вас приглашаю в конце этой встречи на эту платную медитацию. Медитация оплатна потому, что в ней содержится та информация, которой человек должен быть готов. И, кстати, я хочу здесь сказать, что именно оплата, она как бы как лакмусовая бумажка проявляет готовность человека именно идти дальше, воспринять эту информацию и, что очень важно, применить её в жизни. Тогда получается, тогда мы достигаем равновесия в энергии. То есть вы получили из космоса определённую информацию, вы освободили какую-то часть своей энергии в виде денежного эквивалента, чтобы решить какие-то свои ситуации. Ну, я надеюсь, у нас ещё будут курсы на эту тему и тема денежной спирали. Уже давно, в общем-то, пришла ко мне и я просто думаю, как её оформить и в какой системе, в какой форме её подать. и так подытожив, мы сами своими мыслями создаём различные ситуации. Это понятно. когда мы мыслим, мы должны не включать нашу эмоциональную основу, не включать какие-то старые программы и старый опыт. Есть позитивный старый опыт, есть негативный старый опыт. в данном случае не включать негативную тенденцию старого опыта. то есть если вам пришла идея и вы уверены и вы знаете, что вы это хотите делать, постарайтесь обдумать эту идею именно в позитивных картинках, так как хотите вы это иметь, не допуская вашу картинку какого-то логичного страха и каких-то негативных ситуаций. В общем-то я коротко по этой теме закончила. Сейчас посмотрим, есть ли у вас вопросы. у меня этот чат загружается в планшете. пока я не вижу никаких вопросов. Сделаем небольшой анонс. я хочу вас пригласить я хочу вас пригласить на замечательный тур, который организовывается в Израиле в конце апреля начале мая этого года. этот замечательный тур дает не только заряд бодрости и энергии, позволяет найти удивительные контакты действительно родных душ. ну и если вы готовы вы познакомитесь с самим собой. Вы посетите уникальные занятия мастера своего дела по биоэнергии. вы также посетите интереснейшие места и почувствуете энергию действительно Израиля и энергию святых мест. кто интересуется или кто заинтересовался на моей странице есть мой собственный отзыв об этом туре также есть видеоролик пожалуйста я приглашаю пройдите после нашего вещания пройдите в меню и найдите в меню путешествия направление центра направление центра найдите раздел путешествия и там найдете всю информацию и кто же сейчас заинтересовался на нашей странице по моему слева с левой стороны плеера находится большой почтовый ящик мы обязательно будем рады с вами познакомиться и пригласить вас в такой тур так сегодня интернет преподносит нам сюрпризы я надеюсь все-таки вам удалось посмотреть посмотреть наш посмотреть наш эфир нашу субботнюю встречу я также вас приглашаю на наши курсы они разнообразные смотрите на странице есть курсы о весе сколько мыслей столько веса есть интересный вебинар о сколиозе который позволяет вам избавиться от каких-то ваших проблем связанных с этим диагнозом также на этой странице вы видите я тестирую новую систему где вы можете приобрести не только целый курс но и какое-то отдельное занятие по приемлемой для вас стоимости и выбрав именно то занятие которое вам нужно на данный момент ну хорошо если нет вопросов сядьте пожалуйста ровно глубоко утопните себя и выдохнув представьте огромнейший бескрайнейший голубо-белый океан вы выходите из этого океана забирая всю ту информацию которую вам необходимо собрать вы выходите на ваш берег жизни но уже в другом чистом виде принесите с собой ваш дом ваше окружение свет радость которую вы получили вместе с этой энергией глубоко вдохните в себя и выдыхая откройте глаз а сейчас я приглашаю вас кто готов оплатить на платную медитацию по искоренению по искоренению сомнений и по очищению какого-то своего энергетического пространства от негативных явлений и от негативной энергетики а пожалуйста те кто готов перейдите на страницу то есть в меню рядом расположена страница негативная жемчужина она жемчужины осознания вы увидите в меню этот раздел перейдите просто туда там откроется плеер и буквально через некоторое время 9 часов 15 минут по московскому времени я проведу там платную онлайн медитацию тем кто не готов собирайтесь и готовьтесь я желаю вам замечательных выходных хорошо отдохните наберитесь позитива энергии солнца побалуйте этим ваших домашней и удачи на следующей неделе всем пока с вами была Лайтлан Ольга Бюйме приходите на нашу встречу родной душ пока на нашу встречу подогнал «Сима» 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 Продолжение следует...